Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Ну, по моим видео, наверное, вы знаете, что сейчас в Москве проходит фестиваль моды, очень много площадок, недели моды. И вот в списке площадок, где проходит этот фестиваль, была упомянута и площадь Славы в Кузьминках. Ну, что вам могу сказать? Я приехала в Кузьминки, благо это по пути домой. И вот, что я здесь увидела, собственно, наверное, это все, что здесь имеет какое-то отношение к этому фестивалю. Ну и разве что, вот здесь вот в павильоне проходят какие-то мастер-классы. Я вам сейчас покажу, что здесь вообще проходит всю неделю. Ну, так скажем, не очень все это интересно. И поняв, что здесь нет ничего интересного, ну, для меня в этом случае, я решила показать вам заодно и саму площадь Славы. И вы знаете, я с такой завистью гуляла здесь и смотрела на детей. И мне так хотелось самой прыгнуть в этот фонтан, помочить там ножки. И в такую жару это просто было бы идеально. Вообще, эта площадь Славы получила свое название и была, собственно, здесь организована в 2005 году, 60-летию Победы и Великой Отечественной войне. И изначально предполагалось назвать ее площадь 60-летия Победы. Но посчитаю, что это название очень громоздкое и назвали ее площадью Славы. Ну, и, конечно же, как я уже сказала, главной композицией центром этой площади является светомузыкальный фонтан «Музыка Славы», который создан коллективом архитекторов под руководством Платонова. Вот, посмотрите, какая красота, как в жаркую погоду здесь классно отдыхается на берегу этого фонтана, скажем так. И центром композиции являются вот эта вот пирамида памяти и фанфары, собственно говоря. Вот вы их можете сейчас видеть. Фонтан тоже был открыт в 2005 году, 7 мая. Высота пирамиды 9 метров, высота фанфар 21 метр. Ну, наверное, самой высокой. Вот, также здесь дальше находится театр, но это уже тема другого видео. А сегодня у нас изначально была тема «Неделя моды», но я поняла, что там снимать особо нечего. Я вообще не понимаю, зачем включать в список мероприятий вот такого рода площадки, где на самом деле нет ничего по этой теме. Вот, поэтому я, слава богу, что здесь есть фонтан, где можно просто прекрасно посидеть здесь рядом, подышать влагой вот этой вот от фонтана. Ну, просто супер. Правда, очень завидую здесь тем, кто здесь может купаться. Я бы сейчас здесь поплескалась бы с удовольствием, по такой жаре. Когда проходил новогодний, вот эти все московские сезоны, тоже ярмарки были, и тоже был всякий фестиваль, я тоже приезжала сюда, вот на эту площадку, и здесь участвовала в мастер-классе. Меня заловили, пригласили погреться, и провели со мной мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. Я так поняла, что это здесь основное, вот, то есть во все времена года здесь вот проходят мастер-классы. Все, ну, возможно, на широките, вы видите, палатки здесь можно перекусить, что-то вкусное съесть, выпить кофе, но людей, как видите, здесь мало. Ну, и, конечно же, карусель. Здесь есть карусель, но, опять же, по тематике фестиваля, с тем, что в центре по событиям, да, по активности событий не сравнить. Ну, я не стала заходить в этот раз на мастер-класс, и просто решила вам показать, что эта площадь все-таки входит в этот фестиваль, в мероприятие фестиваля, площадок, площадок и фестиваля, и вот здесь все расписано, какие мероприятия проводятся, но это, я так понимаю, внутри вот этого павильона. А что касается украшений, то вот такие зонтики, вот такие ткани, не все здесь обвито. Ну, собственно, на этом и все. Ну, вот и все, что я хотела вам показать и рассказать сегодня. К сожалению, получилась вот такая продукта. Мне всегда удается найти что-то очень интересное. Ну, вот так. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем здоровья. Пока-пока. До встречи.